Так, мы продолжаем наш замечательный курс по чтению Торы и разбору правил иврита и еврейской грамматики и запаса слов. Сегодня 67 занятие нашего курса. Мы разбираем из недельной главы, которая называется Микетс. Вот параграф, довольно интересный параграф. Я поставил, как обычно, все нужные материалы в нашу группу в Телеграм. И с вашего позволения начнем. В нашей недельной главе рассказывается о братьях, которые пришли к Йосефу в Египет. Поскольку братьев много, очень часто используются формы множественного числа. Я хотел бы услышать от вас, чтобы получить хоть какую-то обратную связь, в каких именно словах и каким образом множественное число влияет. К примеру, существительные бывают единственного числа и бывают множественного числа. Чтобы образовать множественное число существительных, что с ними делают? Я все-таки надеюсь услышать кого-то из вас. Суффиксы добавляют. Суффиксы, правильно. Суффиксы добавляют. Как правило, если существительное мужского рода, мы добавляем суффикс какой? Им, если можно. Суффикс им, юд, мем, суффик. Да, совершенно верно. Например, хатуль, кот, хатулин, коты. Если существительное женского рода, то суффикс другой. Какой суффикс? От, по-моему, да? От, от. От, от. Вав, вав, тат. Или в Танахе иногда вместо вав используется холам хасер, только точка наверху без буквы вав. Да, но это от, так, понятно. Хорошо, существительные, кстати говоря, бывают не только единственного и множественного числа. Ну и что еще? Кто-то знает? Двойственное, двойственное число. Верно, есть такая данность, как двойственное число. Оно практически мало используется, оно есть только для существительных. Вот, это предметы, которые идут по парой. Например, мишкафаем очки, поскольку у них есть две линзы. Или михносаем, показывать не буду брюки. Или офанаем велосипед, поскольку у него два колеса. Но некоторые, некоторые названия, скажем, населенных пунктов, как Ярушалаим или даже какой-нибудь Геватаем, они тоже имеют форму двойственного числа. Я говорю, только форму. Так, но вернемся к множественному числу. Итак, с существительными понятно. Прилагательные. Что вы скажете о прилагательных? Они согласуются в числе существительных. Правильно. Существительные двойственного числа требуют прилагательных. Во множественном числе двойственного числа прилагательных нет. И так далее. Значит, если существительные, как правило, принадлежат какому-то роду, ну, бывают парные, но, скажем, учитель и учительница. Но если, например, какое-то существительное принадлежит мужскому роду, то в женский род его, как правило, не переведешь. А вот с прилагательными хуже, да? Прилагательные должны образовывать и мужской род, и женский род. Всегда так происходит, что в мужском роде и в женском роде от. У существительных есть множество исключений. Например, предметы мебели. Кисе мужского рода, а множественное число образуется с помощью от. Киса от. Арон, аронот. В прилагательных таких исключений нет. Например, мы берем слово при, плод, да? И слово плод мужского рода. Как сказать сухой плод, то есть сухофрукт? Кто-то мне скажет. Как называется сухофрукт? В единственной числе на иврите. Очень просто. При, я, веш. Плод сухой. Теперь множественное число слова при образуется суффиксом от. Несмотря на то, что при мужского рода. То есть множественное число плоды. Перот. Перот. Но множественное число от прилагательного. Сухие, да? Образуется им, поскольку при все-таки мужского рода. Перот. Еващим. Так. Вот вам такой пример. Хорошо. С прилагательными мы разобрались. Теперь глаголы. Глаголы должны согласовываться, как вы сами понимаете, с существительным. Так. Глаголы по-разному, по-разному образуют форму множественного числа. В настоящем времени, в прошедшем времени и в будущем времени. Так. Стоит сейчас сказать, сообщить вам правила. Или мы посмотрим с вами на примерах. Ну, мы увидимся. На примерах. Например, да? Так. Хорошо. Что еще? Подсказываю местоимение. Местоимение есть в единственном числе, например, я. Есть в множественном числе, например, мы. Мы увидим с вами, как говорят братья Юсефа про себя. Они говорят Анахну. И есть еще одна любопытная форма. Как раз в нашей недельной главе она встречается. Так. И еще одна, еще одна весьма важная тема, которую, может быть, вы даже и не вспомните. Просто тема, тема специфичная. Да? Давайте на примерах я вам ее покажу. Итак, прежде всего я поставлю вам словарь на чат, чтобы вы могли его видеть. Словарь у нас довольно небольшой. Те слова, которые я выделил зеленым, на зеленом фоне. Сейчас мы увидим текст. Они внесены в словарь. Так. Вот Zoom. Так. Вот Zoom. Сейчас я... Минуточку. Сейчас я войду в чат. Так. Вот вставляю вам словарь. Так. Чуть-чуть он не поместился. Буквально вот одно слово нам понадобится. Давайте вот так. Сейчас еще один. Копипаст. Так. Вот так. Вот так. И теперь я включаю... Включаю текст. Посмотрите внимательно. Как обычно, слова, которые вошли в словарь, я отмечаю зеленым. Те слова, на которых мне хотелось бы остановиться, я отмечаю желтым. Но больше всего у нас слов выделено голубым. Это те слова, в которых как-то отмечена форма множественного числа. Как мы с вами разберем? Как говорил покойный Михаил Михайлович Жванецкий, я отметил ошибки в твоей тетради. Это кровавая, прострелянная в 20 местах тетрадь. Поэтому я не стал отмечать красным. Я отметил таким голубым. Итак, 42-й параграф книги Берешит Мэмбет. Так, давайте прочитаем. Ва Яр Яаков. И увидел Яков. Ки еш шевер. Слово шевер, посмотрите, в словаре. Это съездные припасы. Мы увидим дальше слово машбир. То есть тот, кто питает, тот, кто снабжает. А сейчас, а можно вопрос? Да. А это же есть слово лишь бор. Это молоть означает? Слово шевер вообще-то означает ломать. Оно реализуется в паале, шабар. Оно реализуется в пиеле, шибер. Это разломал на мелкие части. Но кроме этого еще означает питать. В этом значении сейчас не используется. А как мука? Нельзя так перевести? Мука? Не думаю. Не уверен. Или как зерно. Мука – это кемах. Зерно. А что нам дает словарь? Словарь дает шевер хлеб, урожай пропитания. Ну, может быть, да, конкретно именно урожай злаков. Но есть сеть магазинов израильских, которая называется «Машбир» от этого корня. Изначально она так называлась, потому что, очевидно, там продавалось пропитание, то есть съедобные продукты. Но сейчас в большей степени там всякие продовольственные товары, одежда, обувь, посуда и так далее. В общем, такой магазин есть. Но в данном случае еш-шевер – это имеется в виду, что есть съестные припасы. Ба-митсраим в Египте. Обратите внимание, что даже слово «митсраим» имеет форму какую? Имеет форму двойственного, а не множественного, потому что «аим» – это двойственное число. Иногда «митсраим» пишется через «камац», как вот здесь, иногда как через «патах». Тот, кто читает Тору, то есть чтец Торы синагогальный, который читает это на шкенадский манер, произносит «камац» и «патах» по-разному. А в самом свитке Торы огласовок нет, поэтому он должен запомнить, где читается «митсраим» через «камац», а где через «патах». Но если он ошибся, то его не поправляют, потому что это не принципиальная ошибка. Ну, это вот такое лирическое ступление. «Воемер Яков» и сказал «Яков ле ванав». Что означает слово «ванав»? Это слово «баним». «Сыновьям своим». Да, которое стоит в притяжательном падеже, то есть «сыновьям своим». «Бен» – сын, «баним» – сыновья. Это слово может стоять в смехуте, то есть, например, «сыновья Якова» мы говорим. Не «баним» – шальяков, а можем сказать «бнэй Яков». И вот от формы «бнэй» прибавлением суффикса «юд» и «вав» получается слово «банав» – «лэ ванав» – «сыновьям своим». Итак, это тоже форма множественного числа. Что же нам сказал «лама титрау?» Почему вы буквально переглядываетесь? Другое понимание этого слова – выделяетесь. Корень здесь «раа». Понятно, почему титрау. Так, стоит этот корень в меняне «гитпаэль». «Гитпаэль» мы переводим на русский язык с суффиксом «ся», то есть «видитесь». То ли вы переглядываетесь, глядите друг на друга, то ли вы выглядите так, что вас видно. Ну, комментарий говорит, почему вы выделяетесь, почему вы позволяете другим людям смотреть на вас с завистью, почему вы показываете, что у вас еще съестные припасы есть. Вайомер и сказал «гинэ шамати», вот слышал я, «киеш шевер», что есть «свистные припасы», «бамитсраим», тоже двойственное число, «рду», «рду», «спуститесь». Это императив. Императив – это повелительное наклонение. В единственном числе «дравствуйте», «дравствуйте, Дима». Здравствуйте, скажите, смотрите. Мне вас немножко не хватало вначале, да. Вначале он увидел, что есть шевер, а сейчас он рассказывает «я услышал, что есть шевер». Ага, так. Интересно. Ну, смотрите, тут всегда есть на что обратить внимание, но я вынужден, чтобы успеть свою программу от таких вещей абстрагироваться. Итак, слово «рду» стоит во множественном числе. Это, то есть он говорит своим сыновьям многим «спуститесь», да. «Шама», «шама» – это «туда», слово «шам», «там», «ве шивру», «шивру» – тоже на основании вот этого суффикса «у» на конце. Мы видим, что это множественное число. Корень здесь тоже самый, что вот здесь в шевер, да. «Купите лану мешам», то есть привезите нам съестные запасы. «В нихе мы будем жить». Этот глагол стоит в будущем времени, да. В будущем времени. Будущее время образуется в корне с помощью префиксов. По префиксам видно, в частности, в каком числе этот глагол стоит. Как, например, в прошедшем времени множественное число имеет суффикс «ну», например, «авар», «ну» – «мы» прошли, да. Так, в будущем времени имеет аналогичная форма «ну» в префиксе. «В нихе мы будем жить», как в «анахну» есть, ну, так и здесь. «Вело намут». Вот это практически корень слова «смерть», «мавет» или «ламут» – «умереть». «Намут» – «не умрем», ну, «ло намут», «не умрем». «Ва ерду». «Ерду», так. Если мы отбросим «вав», то мы получим форму будущего времени. «Ерду» – это «они спустятся», но «вав», как я каждый раз подчеркиваю, переворачивая идущее время на прошедшее и наоборот. Поэтому мы читаем это слово как прошедшее время и спустились. Дальше. «Ахей» – «Йосеф». «Ах» – это «брат», а «ахей» – это смехут множественного числа. «Братья Йосефа». Вместо «ахим» мы имеем форму «ахей» – «Йосеф». «Асара» – в десятером. «Лишбор» – «бар». Так. Что такое «бар»? Это нам, наверное, скажет Натан. Да? Натан, что такое «бар»? Натан молчит. Сказано, что это тоже зерно или злаки какие-то. Да, да. Злаки. «Мицраим». Мы уже говорили. Вот суффикс «им», а вот суффикс «аим». «Вээт биньямин» – «ахи Йосеф», «а биньямина» – «брата Йосефа», «но шалах Яков» – «не послал Яков» – «эхав» – «с братьями». Это вот тот случай, когда «эт» – это не частица, образующая падеж, а соединитый союз, аналогичный союз им. «Эт» – «эхав» с «братьями его». Значит, немного нестандартно слова, означающие родственные связи, образуют вот такие формы. То есть здесь вроде бы суффикс «ав» множественного числа, «эхав» – «братья его». Так, не буду объяснять более подробно здесь. То есть вот «ки Амар», потому что сказал «пен Йекра Эйну Асон». «Пен» – это «чтобы не», «йекра» – «случиться». «Ну» – это «с ним», «чтобы не случиться с ним», «асон». Интересно, что в этом слове вот буква «алеф» – «алеф» – это не корневая. Если бы она была корневой, мы бы увидели корень «кара» с «алеф», что значит «читать». Но смысл здесь «кара» через «гэй», то есть «происходить», «случаться». Что бы ни случилось с ним, а сон – это несчастье. «Ва-я-во-у» – по «у» мы видим, что это множественное число. «И пришли, бней Исраэль, сыны Израиля, лишбор бетох га ба им». Лишбор – мы разбирали, что такое. Бе-тох – в среде га ба им. Кто это ки га ба им? Те, которые приходят. То есть приходило туда в Египет много людей, и среди них были кто? Бней Исраэль, сыны Израиля. Ибо, потому что был голод в стране ханаанской, где жил Яков. Ва-йосеф, гу-ха-шалит. Йосеф – он управляющий, он властвует. Шалат – корень, означающий управлять. Например, словом «шалат» называется пульт управления, ну, скажем, телевизором или кондиционером. А «шалат» – что это такое? Это табличка, как это называется по-русски? Ну, например, с названием улицы. Оказательный знак. Да. Судя по всему, слово «султан» происходит от этого же корня. Аль-га-арец – над страною. Гум-га-машбир – он тот, кто дает пропитание. Тот, кто ответственный за продовольственную программу. Тот же корень, что мы видим здесь. Лехоль ам-га-арец – всего народа, который живет в этой стране. Ва-я-во-у – и пришли. Множественное число. Ахей Йосеф – братья Йосефа. Ва-иш-та-ха-ву – и поклонились. Ло-ему апаим. Слово «апаим» – возможно, от слова «авт» – нос, ноздри. Но, значит, поклонились апаим арца – до земли лицом. То есть поклонились, ответили «земной поклон». По-русски так это называется. Не просто кивнули, а высказали величайшее почтение. Ва-я-р Йосеф – и увидел Йосеф. Эт-эх-ха-в – братьев его. Ва-я-ки-рем. Я-кир – от слова «ле-хакир» – «макир». Узнал «макир» – это значит быть знакомым. Обратите внимание, это частая ошибка русскоговорящих. Я знаком с этим человеком, а не «макир», но ни в коем случае не «а-ни-ё-де-а». Я знаю его, это так не говорят. Ва-я-ки-рем. Вот здесь мы приближаемся к той теме, которую я собирался вам раскрыть. Что такое ва-я-ки-рем? Что это за форма? Я-кир – это узнал. Точнее, это тот случай, когда ва-в переворачивает будущее время в прошедшее. Я-кир – это узнает, а я-ки-рем – узнает их. То есть в одно слово мы запихиваем, что и само действие – узнать. И кто это действие совершает – он. То есть вот этот «ю-рефикс» показывает, что речь идет о третьем лице, единственном числе в мужском роде. Он узнал, точнее он узнает. И кроме того, есть дополнительный суффикс – «м». Это значит, на кого направлено действие. И узнал их. И вот поскольку здесь речь идет о том, кого он узнал. Он узнал их во множественном числе. Я это слово тоже выделил. То есть здесь мы тоже видим знак множественного числа. Ва-я-ки-рем – это слово мы можем перевести как «и» узнал он их. И узнал их. Как минимум три слова мы здесь видим. Ва-йит-на-кэр. Вот это слово означает, означает, что некар. Давайте посмотрим в словаре. По-моему, я его выписал, да? Или нет? Нет, похоже, что… Некур – это отчуждение, по-моему, так. Да, да, да. Ну, перевод дает такое расширенное толкование «притворился чужим». Так, то есть сделал вид, что он им чужой. А-л-э-гэм. А-л-э-гэм – это к ним. Так, по отношению к ним он показал себя чужим. Ва-я-дабер и там, и говорил с ними. И там с ними тоже видим форму множественного числа. Слово кашот. Каше – трудно, тяжело. Кашот – это буквально… Это может быть понято как прилагательное в женском роде во множественном числе. Но в данном случае это наречие. Это наречие. Наречие вообще в иврите малоразвиты. Вот, очень часто они совпадают по форме с прилагательными. Кашот – это значит трудно, тяжело. То есть говорил с ними грубо, резко, обвиняя, как мы с вами увидим. Ва-йомер А-л-э-гэм и сказал им. Мэ-ай-ин-бат-тэм – откуда вы пришли? Ва-йом-ру – и сказали они. Мэ-э-э-э-ц-кна-ан – лишь-бор-охэль. Из страны ханаанской купить пропитание еды. Ва-я-кэр-йосэф – и снова мы видим это слово. Как сказать? Отчудился? Отчуждился? То есть показал себя чужим, Йосеф. Это слово «нохри». Как? Это слово «нохри». Это глагол. «Нохри» – совершенно верно, да. Нехар. Да, да. Братьям своим. Вэ-гэм ло гэ-ки-ру-гу. Они не узнали его. Гэ-ки-ру – это узнали. Гэ-ки-ру-гу узнали его. Но поскольку вот здесь они узнали это уже множественное число, вот здесь должна стать огласовка у хэ-ки-ру. Мы видим огласовку не ва, который часто встречается, да, а огласовку вот эти вот три точки, идущие по диагонали. Эта огласовка называется кубус. По современным правилам иврита, утвержденным Академией иврита, здесь должна стать такая же огласовка, как и вот эта. И не узнали его. «Ваискор Йосеф эт халомот». И вспомнил Йосеф сны. Слово «халом» означает сон, и оно же означает мечта. Халом – мужского рода. Но множественное число образуем от халомот, сны, а шар халам, которое он буквально снил, которое он видел во сне. «Ла-эгэм» – он припомнил им, да, он вспомнил в отношении их. «Ва-йомер-а-эгэм» и сказал им «Мэраглим-атэм». «Мэраглим» – «Мэрагель» – это «шпион». Тот же корень, что в слове «рагель» – «нага» и «рагель» – «праздник». «Вы шпионы». «Лир-от» – это «эрват-ха-арец-батэм». Увидеть буквально «нагату». «Эрва» – это нечто постыдное, что стоит тут скрыть. Как это? Что-то… Срамное место. О, вот точно, вот слово «срам» забыл, да, точно. «Стыд» и «срам». «Батэм» – «вы пришли». «Ва-йом-ру» и сказали ему «Ло адунинет, господин мой». «Ва-авадэха» – «авадэха» – это «твои слуги», «твои рабы». Где здесь мы видим множественное число? Я расскажу больше. Слово «ав-де-ха» было написано совершенно так же, да? Особенно если не смотреть различия во голосовках. Но единственная разница – вот эта буква «юд», которая по правилам даже и не читается. «А-вадэ-и-ха», но мы читаем «авадэ-ха». Это то, что осталось от суффикса «им», точнее от суффикса, которым образуется смехут. «Ав-де-й-паро», например, с «рабы фараона», «ав-де-й». Вот этот «юд», он остается, и он показывает, что речь идет не об одном «рабе», а о многих «рабах». «Слуги твои» в «авадэ-ха» – это множественное число. «Ба-у» – «мы пришли». Да, Дима? Очень часто буквы «юд» нет, а все равно множественное число. И тогда уже определение идет по «сеголю» под буквой «далет». Видите «сеголь»? Не «шва», а «сеголь». Если нет буквы «юд», но есть «сеголь». Нет «сеголь», да. Но я бы не сказал, что очень часто. Ну, два-три раза у нас уже было в Берешиде. Ну, не так уж много, да. Но, в общем, грамматически «юд» тут должен быть. «Сегол» и «юд», да. Когда мы пишем без огласовок, «сегол» тут или «сеголь» мы не видим, а вот «юд» все-таки обязан быть. Кстати говоря, и в суффиксе «юд» – «вав», например, «эхав» мы не читаем его как «эхаив». Этот «юд» в местоименных суффиксах, который не имеет такого слова, не прочитывается. Ну, что же делать? «Бау» пришли. «Лишь бор охель» – «купить еду». «Ку-ла-ну» – это не что иное, как слово «коль». «Все». «Ку-ла-ну» – это «все мы». «Ну» – это суффикс от «нахну». «Бней» – «сыновья» – «иш-эхан». «Сыновья человека одного». «Нахну». «Нахну» – это как «анахну» – «мы». Есть такая форма. Есть еще одна форма для «мы». Это какая форма? Кто знает? «Ану», да? «Ану». Точно «анна». Это «анну». «Ану-бану». Есть такое выражение. «Кше-ану-бану». Что это значит? Когда мы пришли. Это типично для тех, кто приехал до становления государства или в первые годы. Когда они рассказывают о том, как им было тяжело, как они жили в палатках и осушали землю. У слушателей, особенно у молодых, просто уши сразу лянут. «Ше-ану-бану». Ну, хорошо. У вас это было. У нас этого, к счастью, не было. Так. «Нахну». «Кей-ни». Вот это любопытное слово, означающее «честные». «Честные» – «прямые». Сейчас оно мало употребляется. Если говорится о ком-то, что он не врет, говорят о нем «адам-я-ша» – «прямой». Но вот здесь «кей-ним анахну» – «мы, честные люди». «Ло-гаю» – «не были» – тоже множественное число. «Авадеха» – «рабы твои» – «мераглим» – «шпионы». «Мы не были шпионами». «Вайомер алейхем» – «сказал им». «Ло-ки-эр-ват-га-арец ба-тэм» – «лир-от». «Нет, потому что на готу срам земли пришли вы видеть». «Ба-тэм» – «корень бет-алев», точнее бет-вав-алев, но вав-выпал, а вот этот суффикс «тэм» – это суффикс множественного числа. «Пришли вы» – «лир-от». «Ва-йом-ру» – «и сказали» – «шнеим-асар» – «шнеим-асар» – это 12. Слово «шна-им» имеет тоже форму множественного, точнее двойственного числа. А поскольку в выражение «шнеим-асар» – 12 входит вот в это слово, то мы здесь тоже видим суффикс «им», точнее это суффикс «э-им», который является, очевидно, преобразованием суффикса «а-им». «Шна-им» – «шнеим-асар» – «ав-а-де-ха» – «рабы твои» – «ах-им» – «братья». Берется слово «ах» и просто добавляется суффикс «им». Здесь все просто. Вот другие формы могут быть чуть нестандартными. «Анах-ну» – «анах-ну» – это «мы». Мы снова видим здесь множественное число. «Б-ней» – «сыновья» – «иш-эхад» – «ба-эрэц» – «ба-эрэц» – «кна-ан». «Вэ-гинэ» – «в стране» – «сыновья человека одного, который в стране ханаанской». «Вэ-гинэ» – «вот» – «а-катон» – «как катан» – «младший» – «эт-ав-и-ну» «с отцом нашим» – «ну» – это «наш». «Гайом» сегодня. «Вэ-э-хад» и один «эй-нэ-ну». Несмотря на то, что здесь суффикс такой же «ну» – это единственное число. «Он» – «отсутствует». Можно сказать «эй-но», можно сказать «эй-нэ-но», но говорят «эй-нэ-ну». «Его нету», «он отсутствует». «Вэ-йомэр алейхэм» – «Йосеф» – и сказал им «Йосеф». «У-у-у, аш-чер-ди-бар-ти» – «вот» – «это-то я и говорил алейхэм вам». «Квам». «Лэймор» – «говоря» – «мераглим атом» – «вы» – «кто?» «Вы шпионы». «Бэ-зот» – «ти-ба-хэ-ну». «Ба-хэн» – «бхина» или «бохэн» – это экзамен, это контрольное. «Ли-в-хон» – «быть испытанным». «Ти-в-хэ-ну» – «вы будете испытаны». Здесь тоже множественное число. «Хэй-пар-о». Слово «хэй» – это смехут от слова «хаим». Нет единственного числа у этого слова. Даже про одного человека говорят «хаим-шэ-ло» – «его жизни». А в смехуте «хэй-пар-о». «Жизнью фараона я клянусь». Заметьте, он не говорит «клянусь собой» или «клянусь Богом» или даже «клянусь мамой». Но в глазах людей, которые считают его кем? Агрой-супуриц – большим человеком, который, конечно же, ценит свое положение в Египте. Это звучит истинной клятвой. «Жизнью фараона клянусь». «Им тэцэ-у-мизэ». «Тэц-у» – «выйдите». Смысл этого выражения – «вы не выйдете отсюда». «Ки-им», кроме «как-если». «Бе-во-ахи-хэм-акатон-гэна». «Кроме-как-если» – «придет» – слово «ба». «Ахи-хэм» – «брат ваш». «Ваш» – тоже во множественном числе. «Младший» – «гэна» – это значит «сюда». Не говорите «ла-по» или «ла-кан», говорите «гэна». Ну, прошу вас, мне это режет ухо до сих пор. «Щил-ху» – «пошлите». В смысле «послать». «Ми-кэм» – «от вас». «Тоже множественное число». «Эхад» – «одного». «Ва-ги-ках» – «он возьмет». «Э-ахи-хэм» – «брата вашего». «Вэ-атэм» – «вы». «Гэ-ас-рум» – «будете заперты», «будете арестованы». Корень «алев» – «самых рейш». Мы знаем, что это «асур», «асар» – «запрещать». «Запрещено». «Будете в бейт-асурим». Это одно из названий «тюрьмы». «Ва-и-ба-ха-ну» – «и будете испытаны», как мы видели здесь. «Ди-в-ра-ихэм» – «слова ваши». «Га-э-мет» – «правда». «Правда ли это?» «Ит-хэм» – «с вами». «Вэ-им-ло». «А если же нет», «Хэй-пар-о» – «жизни фараона, клянусь». «Кемэраглим» – «атэм», «что вы шпионы». Можно вопрос? Можно. Почему мы говорим «хэй-пар-о», а вот глава у нас «блока» – «ей-сара»? «Хэй-пар-о» – «хэй-пар-о» или «хэй-пар-о». А может быть, просто посозвучаю. Не знаю. Как-то красивее звучит. «Экстихий». Ну, я правда не знаю. Форма, возможно, и такая, и такая. Да. Вопрос интересный, да. Интересно, что есть слово «хаяй» – «жизнь моя». Например, «кород хаяй» – это значит «моя биография», мое резюме, скажем, рабочее. И в этом случае, чтобы подчеркнуть, что это именно так звучит, пишется две буквы «юд». «Хаяй» с двумя буквами «юд». «Ва Йосеф», «Ва-е-эсоф», извините, «Ва-е-эсоф» – это не имя Йосефа, а это «собрал», «от там их». «Эль-мишмар». Вот что такое «мишмар» – место, где шумри, где их охраняют. «Шлошет-ямим» – «три дня». То есть на три дня он их как бы держал под стражей. «Мишмар». «Ба-йо-маш-лиши» в день третий «зот-асу». «Это сделайте». Это императив «сделайте». Тоже в основном числе. «Ви-х-ю» и будете жить. И вы останетесь живых. «Эт-ха-элоким-ани-я-ре». «Бога я боюсь». Интересно, что Йосеф, который нигде до этого не выдавал знакомство с идеей единого Бога, здесь все-таки вроде бы называют его имя. Хотя не исключаю, что это может означать, что здесь слово «элогим» стоит во множественном числе, подразумевая богов Египта. Что Дима скажет по этому поводу? Он уже несколько раз успел «элогим» сказать, первый раз с Патифарихой, и он часто это слово говорит. Да, я имею в виду перед братьями, конечно, конечно. Он не скрывает перед Патифаром, кто он такой. Смотрите, Равшерки говорит, если перед Элогим есть «гей артикль», это значит намек на Абадазара. Поэтому вот нам, пожалуйста, намек на то, что это башки. Понятно. Я вам скажу, есть такое издание, предназначенное для переписчиков Торы. Там все имена Всевышнего, когда имеется в виду именно Бог, выделены одним цветом, а все слова, которые могут быть, значит, это, например, «Адони», «Мой господин», который пишет точно так же, как мы произносим имя Всевышнего, выделено другим цветом. Почему? Тот, кто переписывает Тору, должен особо внимательно относиться к именам Всевышнего. Мне рассказывали, что были такие, которые каждый раз перед тем, как написать имя Всевышнего, окунались в Мику. Вот мой знакомый, Софер, рассказывает, «Якунать в Мику» один раз перед началом работы, так, и имея в виду вот все имена Всевышнего, которые мне предстоит в этот день написать. Так. Ну, если это, так вот, как сказал Дима на основании Минира Вашерки, то получается, то богов, они, я, рэ, я боюсь. «Им кейним, если честные, а тем вы, а хи хэм, ваш брат, э хад, един, ваш брат один, е а сэр, бэ вэйт, ми шмар хэм». Е а сэр, он будет заключен, б в доме, ми шмар хэм, в доме, где вы были под стражей, в доме, стражи вашей буквально. Так. «Вэ а тем, а вы, лэ ху, идите». Тоже множественное число, давайте это выделю. «Га ви у, приведите, лэ гави, от слова «ба», в беньяне гиф-иль, приведите, точнее, принесите шевер, шевер, пропитание. «Ра авон», от слова «ра ав», да, голод, то есть для утоления голода, «ба те хэм, домов ваших». «Вэ эт ахихэм, и брата вашего, а котон младшего, та ви у, приведите, элай, ко мне». «Ва е а, ва е амну, ди рэйхэм». Здесь слово имеет корень «амэн». Что такое «амэн»? Это то, что мы отвечаем. Но кроме того, это еще корень слова «эмуна». «Лэ аммин», «ле гэ аммин», «верить», да, «и проверены будут, ди рэйхэм», слова ваши, «вэ ло тамуту», и вы не умрете. Так, тоже множественное число мы видим. «Ва я асу хэн», и сделаете так. «Ва емру», и сказали «иш эль ахив», «человек брату своему». То есть эти 12 братьев говорили между собой, а хив – это брат его. Вот это вот я, наверное, напрасно выделил, потому что здесь нет множественного числа. Так, давайте я вот так вот поправлю. Но это слово пишется точно так же, как слово «эхав», если не обращать внимание на гласовки, слово «эхав», которое мы видели выше. Оно таки, да, имеет множественное число. «Аваль но», «Аше мим анахну». «Аше мим анахну», «Аль ахейну». Что такое «ашем»? Быть виноватым. Да? Мы виноваты «Аль ахейну» за нашего брата, «Ашер раину». Мы видели, что мы видели царат навшо, то есть горе души его, «бэгид ха-не-но». «Лэгид ха-не-но». «Лэгид ха-не-но». Это молить, молить, упрашивать. Когда упрашивал он, «Ал-эйлейну» «нас». «Вело шаманну». И мы не слышали. Мы не слушали, точнее. «Аль кен баа «Ал-эйлейну». Поэтому пришла на нас, к нам. «Га цара газот». Вот это, это беда. Это горесть. «Ва-я-ан». Вот это я попрошу Диму прокомментировать. Тот же корень, что в современном слове «он-э» отвечает. «Ва-я-ан» это значит поднимать голос, чтобы привлечь внимание. Это не ответить в никаком случае. Да, здесь это так. И возвысил голос «Рэу-вэн». Так. О, там к ним, да, Лэймор, говоря, «Халло, амарти алейхэм, ведь, вот ведь, разве не? Говорил я вам, Лэймор, говоря, «Аль-те-хэта-у» «Не грешите». Слово «хэт-грех». Корень «хэт-тет-алеф». «Не грешите». «Ба-йелед». «Не грешите путем» или «кем-чем». Вот этим ребенком, да, Иосифу было 17 лет, он младше каждого из его десяти присутствовавших там братьев. Тот, кто моложе его, это только Беньямин, который при этом не присутствовал. «Вэло шаматэм» и «вы не слушали». «Вэгам дамо» и «кровь его» «гине». Вот. «Мидраш» взыскивается. «Дорэш». «Ли дрожь требовать». «Мидраш» требуется. То есть требуется. «Стребовывается с вас». Да? То есть и вышли требуют. «С вас» за его кровь. «Вэгэм ло яду». И они не знали, ки шомеа Йосеф, что слышит это Йосеф. «Ки хамелитц бейнотам». Потому что буквально переводчик между ними, между братьями, которые говорят на святом языке, и между Йосефом, который не показывает знание этого языка, а как бы пользуется услугами переводчика. Дима, а кто этот переводчик? Я вам больше скажу, что Раши... Один из сыновей переводчиком. Да, да. Сейчас его нет здесь. Его сейчас, в этот момент, нет. То есть, вот то, что сейчас написано переводчик, это Раши говорит, он обычно всегда был. Но сейчас братья разговаривают друг с другом. Рядом стоит Йосеф, и они думают, что он их не понимает, потому что раньше всегда был переводчик. Вы понимаете, о чем речь? То есть, это слушает Йосеф, все их вот эти рассказы, особенно Реуэн. Логично, горизонно, поэтому они не опасаются, что их слова как-то станут известны Йосефу. Ва-и-сов-ме-а-ле-гем- и отвернулся. Здесь корень сав- или сав-эв, что значит, что повернуться. Савивон – это волчок лукальный. Савив – вокруг. Свива – это окружающая среда. Мэ-а-ле-гем – от них. Ва-ев-к – и плакал. Обратите внимание, что буква Кав – софит – имеет дагеш. Редко, но бывает. Вот в этом слове и плакал, да, он, как правило, стоит. Ва-я-шав – и вернулся. Здесь не корень Йошев сидеть, а корень Гейшив возвратить. Отсюда, как Чува. А-ле-гем к ним. Ва-и-дабер А-ле-гем и говорил с ними. Ва-и-ках и взял мэ-и-там от них. Эт Шимон, Шимона, ва-е-э-сор-ото и заключил его лэ-эй-ней-гем на глазах их. Ва-и-цав Йосеф и приказал Йосеф ва-и-мал-у и наполнили, кто это сделал. Очевидно, какие-то его египетские слуги. Эт Клей-гем их сосуды, то есть их мешки, бар. Бар – это, как мы выяснили, что? Зерно. Да? У-ле-га-шив и вернули Кас-пей-гем Кесеф-шелагем их серебро, их деньги. Иш Эль-сако Каждому человеку его сак. Сак – это мешок. Это слово известно всем израильтянам в форме сакит, мешочек, пакет, пакетик, в который мы, например, складываем покупки в супермаркете. Ве-ла-тет ла-гем и дать им цей-да ла-дер-ех то есть то, что они еще и в дороге должны съесть. Ва-я-ас ла-хем кен и было сделано им так. Ва-и-с-у эт шив-рам ну вот этот корень такой многозначный буквально подняли вот тот шевер то продовольствие которое которое у них которое они купили аль-хаморей э-хем хамор осел хаморей э-хем ослы их как мы видим буква юд показывает что это был не один осел а ослы их и пошли мешам оттуда и открыл один один из них эт сако сако это мешок его латет мис по вот это слово надо было перевести это питание которое дается животным да как как это есть по-моему какое-то слово на русском языке типа фураж что ли какое-то слово будем считать так да ла хаморо ослу его бе малон слово малон происходит от слова ла лун лина ночевка малон в современном иврите это гостиница бет малон так а здесь это любое место ночевки каким бы оно ни было и еще одно слово производное от этого корня это что кто-то кто-то наверное слышал наверняка слышали да в рабском жаргоне малины есть слово да малина в рабском жаргоне это место ночевки так ваяр это коспой увидел серебро его его деньги вегинэгу вот оно бе фи амтахато в устье то есть пе это открытая часть да что такое амтахато это его очевидно мешка так я похоже не нашел это слово в словаре сейчас амтахато в его кошеле это пишет араши так да все говорят об арбанели и орахаем акадош они говорят что у них у каждого было по две сумочки один большой сак а один амтахато вот эта маленькая сумочка я не знаю походная и грузовая сумка барсетка мне тоже казалось странным что вместе с зерном им в этот же мешок положили и серебро так что в общем ставят на место положили только леви только леви положили ладно это мы уже забегаем вперед хорошо ага ну дай бог так и далее и сказал братьям его кто сказал тот кто вот обнаружил это по комментариям это был Беньямин нет не Беньямин какой Беньямин извините Шимон и Леви да Леви то есть вот это слово Эхад один тот кто остался один они были парой да мы с Тамарой ходим парой вот Шимона оставили в тюрьме в Египте значит очевидно это был знаете почему он нашел а другие не нашли потому что как вы сказали да ему это положили отдельно а почему нет им всем положили а почему именно он тут самый простой ответ что плохо стало вот этому несчастному ослу заболел осел леви и нужно было витаминов дать это вариант номер один а второй а второй вариант у леви вообще не было с собой денег потому что он был изначально уже как бы коэн среди братьев и он приходил на базар и братья ему покупали то есть у леви не было ни в припоходе туда денег ни обратно не было денег и когда он открывает свой чемодан в котором никогда в жизни не было денег любопытно это чье такое это мальбим по-моему мальбим мальбим ага любопытно но у мальбима есть интересное открытие и в других сферах тоже ребята наше время подходит к концу я хотел сегодня хотя бы начать выполнять просьбу которую несколько уроков назад мне сформулировали это разбирать значит из современной но относительно современной поэзии значит замечательное секторение которое называется Атиква Атиква это буквально надежда ну давайте просто вот буквально немножко об этом посмотрим в материалах я поставил ну самое простое самые первые ссылки которые я нашел вот но давайте сейчас я вам открою новую демонстрацию сделаю значит мы тогда остановимся здесь на этом тексте так а сейчас посмотрим посмотрим текст стихотворения Нафтали Цви Инбера из которого всего-навсего два куплета да или может быть даже куплет и перепет два куплета да вот стали национальным гимном Израиля но официально стали буквально вот недавно в 2004 году вид вот это вот рукописный клочок бумаги да интересно во-первых как пишется как пишется им буква ламет я такого не встречал вот во-вторых что расставлены все это 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 далит это не ламет по-моему кол од бал левав а все да кол здесь ламет вроде бы нормальный да а нет это пей пенима конечно нефеш иудий омия так и так далее вот и еще на что стоит обратить внимание что вот в этой части да в этой части немножечко другие слова эти слова были заменены так сейчас мы посмотрим как и на что вот вам ссылочка сейчас я все-таки так поставлю так так я поставлю вы нам ссылку эту куда-нибудь не кинете вот эту которую по-моему я ее поставил в телеграм но если хотите я вам сейчас ее скопирую и поставлю в чат да действительно это будет полезно тоже посмотрите по-моему именно здесь вот полный текст сочинения господина Инбера там много 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 текста и немножко про него самого ну интересный такой был человек один из первых можно сказать неформалов так где мы так вот здесь чат не вижу чата почему не вижу чата правда не вижу чата вы демонстрацию экрана закройте и увидите наверное чат так так да вроде бы это не мешало но я сейчас попробую хорошо а вот он вот он наверное вот так вот так вот так вот так ставлю так а демонстрация у меня чего именно вот это нет нет вот этого так вот это минуточку минуточку а где же у меня ага вот да так что вы сейчас видите сам текст мы видим кусок из ворда кусок из ворда вот это вот так ага вот это да ну у тебя закроет у тебя левая сторона есть кнопка закрыть нажми на нее так не понял какая кнопка вот внизу написано закрыть восстанавливать да вот так вот так да 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 вот это так хорошо да так я не очень люблю точнее очень не люблю транслитерацию русскими буквами но вот в тексте она есть коль од пока еще буквально коль это всякий од это еще пока еще ба левав как лев сердце так левав пенима пенима это значит внутри нефеш иуди душа еврейская гомия что такое гомия так не сохранился ай-яй-яй не сохранился словарик который я тут делал так гомия ну буквально тоскует маяться улыфа ате и мизрах вот словарь даже дает это выражение улыфа ате и мизрах с края востока паатей это края какое слово однокоренное вы наверняка слышали даже видели слово па па это край поля и паот это края у религиозного мужчины еще пейсы да паот улыфа ате и мизрах и на краях востока кадима кадима это вперед аин это глаз ле цион в сторону сиона софия как ле цапот ожидать так и смотреть да наблюдает то есть устремлен взгляд ну поскольку разбирать мы больше не будем только те слова которые действительно сейчас исполняются которые сейчас входят в современную редакцию о тиквах мы вполне успеем и вот эти строчки тиква это надежда петах тиква врата надежды так называлось поселение которое кстати говоря основали ультрарелигиозные евреи харидин как бы мы сказали сейчас хотя город сам таковым не является вот а стихотворение это было написано именно вот конкретно к основанию петах тиква од ло авда еще не пропало алев бет далет это корень слово пропадать а вейда это пропажа не путайте с корнем через ойн который означает работа одло авда еще не пропала наша надежда а тиква надежда бат шиннот аль паин дочь годов двух тысяч то есть двухтысячелетняя надежда которой две тысячи лет что же это за надежда в современной редакции так льйот анховши быть народом свободным в нашей стране обратите внимание что слово эрэц в единственном числе поэтому здесь юда нет а огласовка под цади какая цейре в нашей стране эрэц цион верушалаим земле сиона и верушалаима вот на этой радостной торжественной ноте мы заканчиваем сегодняшнее занятие приходите к нам еще если есть вопросы и пожелания задавайте сейчас задавайте в нашей телеграммной группе вот посылайте мне связь есть если есть у вас люди которым было бы интересно присутствовать участвовать в наших занятиях да буду весьма весьма рад спасибо всем всем присутствующим bye спасибо